Мы в Амхазии отдыхаемся как? Начнем с седого. Отдыхать не работает, да, гостиная? Огромная большая и известная пасека на Курдоморском побережье. Название нашей пасеки – медовий двор. 5-10 минут пообщаемся с пчеловоком. Очень много полезных информации в вашей экскурсии дополнят. Ознакомлюсь с продукцией про свойства дополн. Подскажу, как она право едно употребляет, как она право едно хранит. Гости, самое главное – подскажу в дальнейшем, как не ошибиться купить чистейший дар. Гости, слышали натуральный? Употребляли? Есть такие? Две. 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 Человоды? Нет, конечно. Гости, гости, гости. Гости, по меду со мной не стоит сталкиваться, гости мои. Здесь никому не даться, кто-то он открывал. По меду не даться. Про пчел я не вмешиваюсь. Вы пчеловоды правильно? Мед кристаллизуется правильно? Правильно. А за счет чего? За счет? Не слышу. Не дано. Не слышу. Не слышу. За счет чего? Четыре. Это дети знают, гости. Это не обязательно пчеловодом. Дети знают. Быстро засохрился. Хороший или плохой? Мохой. Мохой. Мохой, гости мой. Все вы трезвые? Нет. Тогда начнем с гостеприимства. Если гость на территорию Абхазии пролетел в два моста, он уже должен быть завязанным, чтобы понять, что не Абхазия. Сейчас мы куда? На озеро? На озеро. Там все будут улыбаться, чтобы друг друга поздить. Медовуха. Сбитер. И чайка медовая. Насчет медовуха чуть не будет. Древнерусский напиток власти. Но заранее говорю, без алкоголя медовый пас. Гости, правда, делали медовуху креплённым. Начали жаловать цельскую заботы, чтобы вы себе не стали выходить с автобусом. Гости, пожалуйста, у вас не беда, голова свеженькая, а ноги не идут. И ниже по бою, а ноги нет. Медка, штанг, цветочная пыльца, родниковая база. За счет пыльцы дает выражение. Гости можно, дети, через недельечку за счет пыльцы пыль начнет бутылочка пуха. Просто потихонечку газ отпускайте и закрывайте. Сейчас можно дейти. Сбитер, бальзам, виноградный сок из овёна. 6-7 разных трав добавляем, мёд добавляем, как вино. При простудных по 50 грамм в тёплом виде. А по секрету в дороге называют, для мужчин не спать, не спать. Милые дамы, наливайте своему зайцу 50 грамм. Ночью вас за счетом в гости улыбается. Себе наливайте три саганчика милом ухи, чтобы не сопротивляться. Заяц не спит, а вы не против. Гости, полностью не спать, вот он. Ракетное топливо, чаще медовое. Все поставленные задачи решают, что сидят, встают и удваиваются. Первая соточка – озеро в самом грязьке. Вторая сотка – Абхазия полностью в цветном поле. И так, ладно, расскажите. Меньше 55-60 градусов, чаще в Абхазии не бывает гостей. Но сделаем как, друзья? Сразу или поговорим совершенно трезво о своём здоровье. А потом уже к столику настроения будем подходить, подниматься своё здоровье. Пойдёт такое дело? Гости, давайте про свойства рассказать по мёду. Мёд интересует, друзья? Мёд любите, гости? Ну, любите, друзья. Мы уже жду маму, папу, детей. А мёду подреплять надо, ребята. Гости, мальчики. Метовуха по глоточку все вы обязаны сделать. Вы зашли в наш дом. Это наше красивое имство. Гости, я потом когда попрошу поближе к столику, от кого никто не отходит, не забывайте. Купили, не купили, стоим на месте, ждём друг друга. Потом все вместе, организованно, начнём пить. Договорились, Мастер? Приведу. Угаждаем, он вышел. Вот сюда зайдёт самый профессиональный пчеловод, академию, который заканчивал. Диплом, и не правильно? Я его вместе с теплом схожу с искусством. По мёду рода, крыльный коммунинант. Четвёртое поколение. Товолечайший вид деятельности нашего медопроизводства называется портническим. Слышали портнивой мёд? Гости, если дикий мёд слышали, дикий портник — это одно и то же. Гости, на сегодняшний день единственная одна пасека осталась по бывшему союзу, бурзианский район, Башкирия. Если попадёте в Башкирию, тоже занимается башкиством. Есть кто-нибудь из Башкирии? Нет. Ой, мне плохо. Думаете, вам там разговаривают? Ну, а то же не надо. Я вас приседу, скажем так. Туплянки стоят во дворе. Вы заметили? Гости вот этой колоды во дворе состоят не для красоты, а на шнули. Здесь очень много мёда вы потеряли. По просьбе наших гостей мы здесь оставили около ста туплян. Гости, я сделаю мёдовую подарок. Кто из вас мне скажет, почему наша основная пасека расставлена высоко в горах, а не здесь? В гости наверху именно травы какие? С луковой. Травы. С луковой А начинается. От пищи. А? Как вы сказали? От пищи. Ну ладно, вы были у меня? Есть кому наливать или нет? Я ему чайчу на ремонт спать будет. Что-то видео не бывает. В чём? Возле трассы нельзя гибнуть от гостей. И во-вторых, альпийская разокрава после, то есть здесь она нету. Прошу секундочку внимания. Рой в чём? От кассы мят. По весу приблизительно 5-6 килограмм. Вместе с маткой, с мамой засыпали пустую колонну, сверху ставить палочки. Крышку закрыли и забыли. На территории Абхазии медосбор длится 7-8 с половиной месяцев. Гости, в чём мы не тревожим, мёд не отбираем. Заканчивается медосбор, сетевши палочка, Абхазянка, язычки то, что вытянуло в разные стороны, разные нектары, медогонкой невозможно. Мы не пульсимся. 70% соты отбираем, кормовую базу оставляем. Нажимаем деревянным крестом, регавливаем, наливаем в горшочек. Горшок глина гостей. Гости, это уже о чём-то говорит, правильно же? Ни одной прекрасно-бедности металла не имеет бортевой мёд. Сюда такие конкретные металлы входят? Это Ташкан, Липра, Акция, Майский, Читрусовый, Альпийская, Розатравия, Ижибика и Золотария. На руках держу бортевой мёд. Собирается гостей именно в условиях дублян. Вы как знаете, мы, как мы из Башкирии, самый лучший наш город башкирский. Гости мои, Белая Акция здесь присутствует. Здесь Каштан, здесь Альпийская, здесь Цитрус. Есть такие металлы. Им для этого жить не надо. Всем докажите лучше тех медов, что у вас там есть, я тогда всем буду меньше разговаривать. Либо там, нам не согласен, гостей будет. Гречишный мёд. Хороший мёд. Хороший мёд. Хороший мёд. Хороший мёд. Хороший мёд. Потому что экология в первую очередь, если правильно. Башкирия нет. Да, газ, заводы. Дверьмя, правильно. На территории Абхазии, вот это красавица, с косичками, да. Я дам голову на ответ, что ребёнок ходит, любую речь в воду выпить. Гости, через дорогу 50 метров, сельская речка. Всю жизнь мы здесь воду пьём. Когда люди дома, себя с-под крадов, не могут в воду выпить. Уважаемые гости, я не пацан. Я здесь, стоя посередине, я никого не оскорбляю в гости. Я ничего не придумал в гости. Я вам просто сказал разницу в гости моём. И имел право сказать ранее, чтобы вы не забыли первый сын и экология. В Абхазии ни одной промышленной зоны. Первый показатель задерживать не буду. Два с половиной года вот в таком хитом виде дома у вас будет стоять ликимёрт. Первый. Не поддаётся кристаллизации. Второе. Не то, что лечит гости, можно употреблять при сахарном диагере. Сахарозы практически отсутствуют. Уважаемые гости, мёд любой кристаллизуется. Но мёд кристаллизуется за счёт природной сахарозы. Если мёд быстро насахарился, плохой гости. Почему? Нам польза сахароза не даёт. Нам польза даёт природная фруктоза. Вот вам пример. Самый низкий сорт мёда это подсолнух. Пчеловоды Кавказа подсолнух называют варенье. Откачатель. Через неделю пришли покушать, уже мёд кристаллизованный. В лечебных целях пользу не ждите. В лечебных целях пользу не ждёт. Липа 4,5. Акаций год. Каштан полтора года. Бортник. Два с полтора года. Если вы хотите устать порядочно с пчеловода, допустим, как можно его поймать, подходите и говорите. Есть у вас чисто липовый, чисто каштановый. Если пчеловод, ничего не подсказывая, если он начал сразу подбирать, вот липа, а вот окажется, он пойман и уходим от него в гости. Профессиональный пчеловод порядочный, с душой, у которой людям здоровье желает в гости, он обязан подсказать, что в природе не бывает однородного масса умерла. К чоку невозможно привязать указан в гости. Где я вам найду чистый каштан, когда рядом через пару дней липа сведёт, либо наоборот. Я согласен с вами, 60-65% основного цветения тара. Вам такое не в карте посказывают, там у них всё есть кости. Не встать в таре, это ввиду-видуа. В лечебных целях больнику потребляется кровеносная система, имеется в виду спущение крови гипертоника, развихает кровь при сердечно-сосудном болевании. Давление нормализует, балансирует. Проблема с желудком, язва, гастрит восстанавливает пригрокуру в желудке и кишечниках. Неисправленное качество суставов. Норма дикого мёда, чайного ложка, один раз в день, за полчаса до еды. На кощах, на голодных желудках поддержит гости. В течение года, если получится, 3-4 месяца, именно регулярно употребляйте горный металл. Поддержит прямо в кровь попадает. Это кровеносная система. Гости, прошу только, ложка геремианы, металлом, что доложить не надо. И моё дело подсказать, пластиковый тарик нету мёда. Всего согласен, в тёмном месте. В России, в старину, молоко, сметану, масло хранили, в глинести тары. Глина дышит, тёмный, свет не пропускает. И самое главное, гости, держит оптимальную температуру. Особо, чтобы вода не попала. Если вода не попадёт, миллиард лет, срок нету. Обработан воск топольфсом, профессионально герметично закрыли. Материал пробитым с воском. Многоразовое. Открыли, обратно закрываем. Ни за что не переживайте, только смешно не писать и надо. В любой материал завернули, смело куда хотите можете сдавать. Можно гости в салон, в самолёте ни о той жалоб не было на нашем сайте. Отобрали, не пустили и так далее. Мёд жидкому не отпустится. Совершимое заканчивается, наливайте свои граммы. Я надеюсь, гости вкратце и понятно обратить к вам. Я вас не достал, не до своих гостей. Вы за нас нервничаете? Не надо. Берегите нервы, вам пригодится. А для нас спокойнее. Потом будем ерунгой заниматься. через сколько кристаллизации? В 2008 года не поддаётся кристаллизации и кеменов. Три капельки сдайте в лабораторию ради принципа. Узнайте, где осталось число. Потом будем разговаривать. И напоследок. Визитная карточка у любого профессионального пчеловода под названием Апитонус. Слышали? Да. Молодцы, кто это слышал? Апитонус, пчела, гости, нету напасеки медоруха, Апитонус, желательно там мед не берём, гости, не буду задерживать. Альпийский луган, высший сон, наливаем кашочек. Гости, самые полезные пчелопродукты. Какие у нас пчелопродукты? Дальше. А, пыльга, дальше. Молочко. Совершенно правильно. Пыльца, пыльга, пропуск, молочко. Вот всё равно возможно. Гости, всё вместе добавлено с мёдом готовый кормидор. Вот это самый полезный пчелопродукт, апитонус на пасеке нету, там нету мёда, нету пчеловода. Не буду задерживать. Мы сюда пыльцу добавили почему пыльцей? Приходилось покупать себе и детям таблетки витамины весной и зимой. Хватит время пыльцей. Пыльца это миллион самых разных богатых витаминов. Кое с тем, что необходимо у человека в организме, мы добавили с мёдом готовый в норме. А пыльга, проблема сердца, кровообращения. Пыльга, единственный продукт, гости, который давление нормализует по-русски. Добавлено с мёдом готовым. Если пчеловодукты, гости, хотите по отдельности употреблять, пыльцу мешайте с мёдом, а пыльгу без мёда. Если что, лучше пыльгу берите, чем пыльцу. Маточное молочко самый богатый пчеловодук на нашей планете. Уважаемые гости, маточное молочко в мире везде одно и то же. В гости разницы нету, но смотрите, вдруг, если кто-то из вас покупал в нативном жидком, если без мёда покупали, гости, выкидывали, отмадули. Молочко, чтобы купить в жидком, надо на спине холодильник наскапливать. Почему? В первую очередь нативно должны стоять в морозильнике. Либо с мёдом, без мёда не берите. А это сухое с собой. Три-четыре грамма подъезда двадцать, едем, одной дверь. В течение дня, в любое время оболаживает кровь, очищает кровь, востала печеночная каль, употребляйте нечасто. А пыльгу с гостей выдаётся до рода, послерода в послеоперационные периоды для поднятия, для поддержания иммунной системы. Гости, сзади целая армия работает. Шугашок сюда всё поставит, гостей. Вы и ваши дети в течение года хорошенько употребляйте. На сегодняшний день в каждом углу есть лаборатория. Правильно? Куда хотите, в любой лабороманализ сдайте. Гости, наш сайт «Миловый двор». И на сайте на шоу телефона мы на связи. И всю жизнь мы здесь пример приведу. В Японии детям выдаётся на государствах уровня для развития для носа детей апитонус с маточным олочком. Близко суда металом не прикасаться. Каждый горсочек подписан в нашей выставочной горсочке «Бортик с апитонусом с сочетанием назван «Борол королевский набором» на международном участии. Что есть в гостях в одном, отсутствует в другом. Либо вполне наоборот. Они оба дополняют друг к другу. Нельзя мёд вставить в холодильнике. Знаем об этом? Да. И нельзя с горячим чаем. Знаем об этом? Да. 39-40 мёд нагрели в пользу нежрите гостей. А по любым металом на любые столовую ложку на стакан тёпленьке водичный либо с молоком. В гости здесь перемешивать не надо. Чередуйте по отдельности. В 10 дней сперва приносим иммунитет, в 10 дней бортика в его сайт система и 10 дней передали. Что непонятно, на сайт не комитет. Два-три месяца попробуйте, как я вам сказал. За этот эффект, уверяю вас, будьте смотра в зеркало, говори, а Голдушей, спасибо, да улы. Меня так зовут. Будем знакомы. Добрый день, здравствуйте. Всем приятного вам Голдуши. для детей, на взрослого, на двоих и на семью. Ровно 500 рублей сделали детям. В лесу, прямо в глаза, говорю, за что хочется 500, что мы продаем. Гости мои, во-первых, мед детям наливаем не полевой, не разнотраде, а альпийский, луга, выше 40. Гости, добавлено все пчелопродукты с молочком. По весу 250 грамм. Понятно, что мы продаем? Вдруг, если кто-то не понял, я добавлюсь. Фирма Агентуриум слышали в России? Да, есть. Вот будете мимо проходить, гости, ради принципа. Загрините, узнайте, 100 грамм сколько там у них стоит. Гости, где по жизни ни одной пчелы не летает. Там поймете, кто охренел? Они не могут. 1000 рублей 4-5 месяцев на одного взрослого человека. Ровно 2 на двоих. Те человек думают не только о себе, а о своей любимой жизни. 2 рубля на двоих и мудрец с молочком на целый год гости. За 20 минут что можно делать за 2 рубля? 2 бокала вина и плюс 1 флорен. Чек сюда принесите, мы вместе посмеемся. Сколько нас официантка поймала там. Гости вот это здоровье прошу не будут. 3 до 7, 4-5 человек. Вдруг 4-5 человек покушите в ресторан 7 за 3, я вас буду кормить бесплатно 5 месяцев. 2 200, 2 300 гости по весу. На семью и мудрец с молочком 3 летяник, я тогда закрою медовую гости. В любую лабораторию всяк указан не отлично. А питом носи горки падают в сене. Молочком 500, медовую до 100 200, чечевуник 400. Минуточку имеем терпение, правильно? Я вас не достал, держимся. Надо держаться, это опасно. Что делать? Я вам не понятно красаю. Гости, при дегустации меда, если вам сразу же без проблем если вот сюда капнули медом, я даю добро. мед берите, гости. Если вот сюда капнули. Но если вам начали раздавать ложки-палочки, гости, я за это мед не отвечаю. Требуйте сюда, гости. Капелька меда резко потек из сомнения. Капелька фиксируется и очень медленно начинает растекаться. Гости, покушали, втирайте. Если длинным станет подделка, если вы хотите купить кристаллизованный мед, тогда быстренько наводим тонкую бумагу, навазили тонким слой медом, гости, поджигайте бумагу. Вместе с медом загорелось обмать, бумага обгорела, а мед четко осталось натуральным медом. Гости, при такой температуре мед натуральный не горит. Кристаллизованный на бумагу. И напоследок. Тарелку дайте пожалуйста. Помните, я говорю, мне там чего-то разговаривать. Говорю я? Почему говорю? Заказываю. Берете глупого тарелку, наливаете на столу ложку меда, и что пришли? Воды. Начинайте растворять. А мед не растворяется, гости, а выявляется форма какая. Гости, сейчас мед в горшочках, правильно? До горшка мед находился в улях, а в улях мед в чем? В в улях. Совершенно правильно. Вот это есть генетическая память меда. Выявляется та структура сок шестигранники, который был выжат собран в этот же мед. Если что подкармливали антибиотиком подкармливали, форма зод не достичь гостей маях. Мои золотые, пули открывали сотые медана по себе, папа пчеловода скажет. Если ваш пчеловод память кто-то если не показал на месте, смысла нету со мной здесь кто-то говорит. Не стоит просто сталкиваться. Не стоит. Дед говорил, обмануть можно людей пчел сиропа. гостей природу невозможно. Дай Бог в ваших регионах где вы приобретаете, что ваши пчеловоды вам такую информацию порядочно говорили, гостей суба показывали геретическое антибиотико. Дегустация меда, медовухи бесплатно. Моя лекция вон, будьте все здоровы. Если далек интереснее, я покажу. Гости из кашка не могу опитолос. Молочко чересчур дорогое удовольствие. Даю вам особо иконуса альбийские луга. Гости, я продаю из-за белого вино, а люди мне просят граната вино, мариновое вино, евгалипто вино. вот так стукнут по башке, чтобы он забыл его. Где я найду граната вино, я его 20 лет не кушу. Гости, евгалипто в него отходят, ты их помни, да? Откуда я найду евгалипто, в мире нету гостей мэй. Трохутрёвый баллон гостей, здесь детей нету. Трохутрёвый баллон. По весу 4,5 килограмма выходит. Если кто-то привык покупать за тысячу кристи за полторы гости детей сваренья не ищите. Адрес не тот. Я здесь сваренья не продаю сразу гостей. За каждое слово, за каждую буковку, головой отвечаю гостей гостей. Несу ответственность. И за каждую кусочек головой отвечаю. А вот купить я не могу. Если надо под 200 рублей сейчас будет остановка. Через 5 лет там вас служит. Здесь нету. Ну что вы начнете за счет с вами. Дам соприк. Погибали в хлебом. Гости мая. Никогда не экономьте на своем здоровье. Альпийский удар. Это основа